Добрый день! Он сегодня начинается с получения посылочек, но ее мы будем распаковывать чуть-чуть позже. Пришла с Китая очень быстро, очень-очень быстро, но, к сожалению, только вечно распаковываю. Продолжаем мы работать. Сейчас у меня есть столик для микроскопа. Вот такой вот он. И он имеет, конечно же, несколько нюансов. Сломалась одна направляющая дорожка, и он не так хорошо работает. Но поскольку столик нам нужен быстро, я сейчас его просто почищу весь, потому что он прям... он ужасный. Он ужасный, его нужно почистить. Я его почищу, смажу, поставлю эту дорожку обратно и попробую такую же дорожку сделать на 3D принтере. Вот наш такой микроскоп. Старый, советский, но хороший. Мы сюда вынимаем один глазок и ставим камеру. Камеру потом подключаем к компьютеру. В одном из следующих видео покажу. И вот столик, который я сделал. Все уже шевелится, все ездит, все хорошо. Правда, пока только с одной стороны. Дорожка есть только с одной, с этой стороны нет. Ну, на первое время пока так. Но обязательно доделаю. Вот. Как-то так. И продолжаем мы работать. Подготавливаем лабораторию. Вот у нас два компьютера. Сюда надо поставить Wi-Fi модуль расширения. Сюда плату USB расширения. Ну, сейчас быстренько все это сделаем. Накладка. И антенки. Сейчас поставим. Съездил я, друзья, в Сенукай. Для машины нужно будет все раскладывать, убирать. Я уже миллион раз говорил за этот бардак. Вообще, почему я сюда попал? Попал сюда вообще не со случайно. Ездил сегодня, смотрел в машинки, как всегда. Но уже по объявлениям с автоклиуса, автогидоса. И получился такой нюанс один. Сюда поставлю. Поставлю вот. Поехал на BRC, посмотрел. Там цены вообще неадекватные. Дорогие машины. Не ржавые все. Не адекватные цены. Абсолютно. И позвонил человеку, спрашиваю, можно машину посмотреть? Да, да, хорошо. Через полчаса давайте там-то и там-то. Ну, мне как раз полчаса ехать на машине. Полчаса. Говорю, хорошо. Приезжаю. Жду его, жду, жду его, жду. Нету, нету. Ну, а это было на Танагре, кто знает, кто в Вильнюсе. И там автомобильный магазин. Думаю, зайду в автомобильный магазин. Зашел в магазин, купил заодно фильтр салона машину. Думаю, надо поменять. Вероятно, его кто-то менял. Нету его. Уже 50 минут прошло. Звоню ему, спрашиваю, так мне что, вас ждать или нет? Он такой, ну, надо было позвонить. Я такой, в смысле позвонить? Мы ли через полчаса договаривались? Ну, я подзабыл уже. Ну, хорошо. Я говорю, я типа, мне вас ждать? Он, да, да, 15 минут. Ладно, хотел разобрать, поставить фильтр салона, но, опять же, надо был вот такой ключик. Опять в Синукай только что купил. Проходит 15 минут, он мне сам набирает уже. Ой, извините, тут машина не заводится. Не знаю, что с ней. Может, вам другая нужна? Ну, отличные продавцы, отличные машины. Что тут еще сказать? Ну, в общем, заехал, купил коробочку, купил ключик. Коробочка по скидке 6,66. Ключик 67 центов. Еще со скидкой, кстати. А фильтр салона 15 евро. И все. Пожалуй, у нас сейчас дождь. Попробую поменять фильтр салона и поеду домой. Игрушки сами ходят, без батареек. У них каких больше батареек нет? 20 дождь. Сумеет тут два. Умеет казать, как Майкл Лекс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чуть-чуть не хватило ему, не знаю, сколько, но ему не хотело, не 5 литров здесь, обман, обман очередной, так что, включаем, все, выход перестал, все, это температура, это температура, это, наверное, температура в комнате, так понимаю, 24, экранный сенсор, так, это включение ультрафиолетовой лампочки, это я уже не помню, это таймер, что там, а, это уровень влажности, который должен быть в комнате, можно выставить, на сколько, 60, 60, до 80, от 45, ну, давай 65, Три уровня, первый уровень, второй уровень, и третий уровень работы, там как-то меняется напор, да, фонтанчик, Да, видно, должно быть видно Ну, это не дым, это брызги Ну, да Ножем увлажняет И на какую квадратуру его должно хватить? На третьем уровне до 35 квадратов Ну, вот пишет сейчас уровень увлажнения 52 Ну, у нас здесь квадратов 14, да, максимум То есть нам даже Только ультрафиолетовая лампа включена Ну, и всё, всё как бы Ну, будем смотреть, как оно Потому что погода ухудшается, дело к зиме, к осени И кожа начинает очень сильно сушиться Ну, температура сразу уже 23 упала Ну, минус тот, что все датчики здесь стоят Поэтому он меряет увлажнение себя Будем тестировать, смотрите Вот так он выглядит Вот такой здесь экранчик Вот так он выглядит